Еще раз очень приятно, меня зовут Эмюрт, сегодня я вам расскажу про процесс поступления на магистерские программы США, конкретно программы Мастеров Бизнес Администрейшн и Мастеров Паблик Администрейшн, и также расскажу более подробно про стипендию имени Мирлана Капарова в Харвардске Эминдискоу. Давайте быстро расскажу про себя, про свой опыт. Я по профессии финансист, пока лавр заканчивала в Бостонском университете, после чего пошла работать в банковскую сферу, проработала несколько лет в банке State Street в Бостоне, потом перевелась в их японский бренч и проработала год в городе Токио и курировала там операции нашей банка по Asia Pacific региону. Затем после этого я вернулась в Казахстан, проработала еще два года в банке HSBC до того, как он отсюда ушел, и после этого уже поступила на MBA в Columbia Business School, и после окончания MBA немного поменяла сферу и перешла в сферу менеджмент консалтинга и вышла на работу в компанию McKinsey, где я проработала до 18-го, кажется, года, и вот с 18-го года у меня уже, я перешла к более свободной плавании, у меня сейчас такая независимая, получается, консультантская практика. Вот, также я занимаюсь некой общественной работой, вот, я являюсь основателем и президентом Ассоциации выпускников Колумбийского университета в Казахстане, вот, и также являюсь координатором стипендии вот имени Нурлана Капарова, который был моим дядей, Harvard Kennedy School, и моя работа это вот как бы больше рассказывать про стипендию, про ее условия, чтобы как можно больше людей на нее подавало. Давайте вот сделаем такой небольшой обзор вообще видов магистрских программ, самых популярных, которые существуют в США. Первая, это вот первый бокс, MPA, MPP, это Master of Public Administration, это магистрские программы по направлению госуправления. В каждом институте, в принципе, есть факультет государственного управления, в Гарварде это Harvard Kennedy School, в Колумбии это SIPA, вот, и они предлагают разные виды программ по этому направлению. Также вы, наверное, все слышали вот про MBA, MBA это Master of Business Administration, эти программы очень популярные. В моей сфере, я считаю, довольно полезные, я делала MBA сама. Также существует огромный спектр различных вот Master of Science программ или Master of Arts программ, которые более узкопрофильно дают вам возможность, ну, вот, сделать магистратуру, допустим, там, Master of Science and Finance, если вы хотите узкопрофильно сориентироваться на какой-то определенной дисциплине. Вот, и также очень популярна программа Executive MBA. Это тот же самый MBA, но он дает возможность совмещать учебу с работой. Вот, то есть традиционный MBA full-time, ты учишься два года или год в зависимости от школы, и, в принципе, как бы в это время не имеешь возможности работать, потому что плотный учебный график, а Executive MBA это более такая модульная программа, то есть там ты два раза в год поезжаешь на учебу и учишься дистанционно. Давайте мы с вами пройдем, в принципе, вот, в общем, по процессу поступления на магистрские программы, хоть их существует много разных видов, да, но, в принципе, в целом процесс поступления, он довольно, ну, такой стандартный, похожий для всех. Значит, процесс поступления я разделила для себя вот как бы на пять шагов. Первый шаг – это подготовительная стадия, как я ее называю, то есть эта стадия, на самом деле, мне кажется, то есть вот все, кто сегодня к эфиру присоединился, наверное, вы так или иначе, или уже планируете, уже поступаете, или в будущем думаете поступить, и вы уже начали вот эту подготовительную стадию, так скажем, потому что чем раньше ее начнешь, тем лучше, тем больше шансов на поступление. И, на самом деле, даже если там вы думаете, может быть, через там три-пять лет поступать, то есть уже сейчас вот очень советую начать стадию research, так скажем, вообще вариантов различных программ, которые существуют, варианты финансирования этих программ, и также вот начать вообще думать про ваш application package, да, это как называется, то есть вот это ваша заявка на учебу, где вы, в принципе, рассказываете про себя, почему вы хотите поступить, показываете результат своих экзаменов, да, и вот чем раньше вы начнете думать про то, что вы в этом application будете про себя рассказывать, тем лучше, то есть там вот я пишу здесь вот из истории, да, всегда в application нужно объяснить, зачем ты хочешь поступить на эту программу, почему именно в этот, что ты будешь делать с этим дипломом. Чем подробнее, чем правдивее и чем сильнее, да, вот эта история, чем больше шансов на поступление, поэтому об этом я советую думать вот уже, там, не знаю, можешь посуду думать об этом, там, едешь за рулем думать об этом, то есть это потом очень поможет вам. Вторая стадия тоже, который, шаг второй, который тоже советую начать как можно раньше, не обязательно в год вашего планируемого поступления, там, за два, за три года, это подготовка к экзаменам, то есть в США, ну и в Европе тоже практически все магистерские программы, точнее, наверное, все, они все требуют результаты вступительных экзаменов по английскому языку, это TOEFL, IELTS и также Graduate Level Exams, это GMAT в случае бизнес-школ и GRE для всех остальных мастерских программ. Шаг номер три, это уже непосредственно подготовка вот самого вашего application package, да, куда входит очень много разных аспектов, которые занимают много времени и энергии, ну, то есть это вот CV, эссе ваши, рекомендательные письма, там, объяснение всех общественных каких-то проектов, которыми вы занимаетесь, стабиля и общая информация про вас. Шаг номер четыре, это сама вот непосредственно подача этой в application форм онлайн, то есть это, в принципе, как бы, ну, заполнение и нажатие кнопки, но на тот момент, когда вы уже подаете, когда уже у вас крайний срок и нужно сдавать application, и если вы еще поступаете сразу на несколько программ, то есть вот на этот шаг тоже надо обратить внимание, чтобы там не забыть что-нибудь отправить или не пропустить дедлайн. Ну, и шаг номер пять, это уже подача на financial aid, то есть вы заранее во время шага номер один делаете, как бы, обзор, research, находите варианты финансирования, но здесь вот уже после того, как вы подали application, обычно в американских вузах требуются дополнительные какие-то шаги для того, чтобы получить financial aid, там, предоставление информации, подтверждение того, почему она вам нужна, и иногда некоторые виды стипендий, они, scholarship и fellowship, они просят написать дополнительный эссе. Ну, вот про подготовительную стадию, как бы, я, в принципе, сказала, это вот шаг номер один, да, то есть здесь вот опять же, да, то есть, во-первых, в целом нужно думать, да, вот из истории, вот, например, когда я поступала на MBA в Колумбии, нужно было, как бы, очень точно, очень подробно объяснить и рассказать через эссе и не только вообще вот через весь application package, вообще, почему я хочу подать на MBA, зачем мне этот MBA нужен, и почему я хочу подать именно в Колумбия, там, или в Гарвард и так далее. То есть приемная комиссия, да, то есть она очень сильно обращает внимание, вот, правдивость того, что они читают, так как они в своей жизни видели десятки тысяч разных application, если вы убеждаете их в том, что вот вы действительно вот в данный момент в своей жизни хотите, допустим, поступить на MBA, тем больше ваши шансы того, что они ваш application одобрят. Поэтому чем раньше вы начнете изучать, какие виды программ есть, почему вы хотите на эти программы подать, почему вы подходите на них, тем больше времени у вас будет вот в своей голове сформировать вашу вот эту story, вашу историю, когда вы будете подавать. По экзаменам, да, ну, все программы, в принципе, на своих веб-сайтах пишут, какие требуют результаты экзаменов, ну, вот топ-школы, вот здесь вот примерно расписаны баллы, которые они просят. Никогда они говорят, там, вы должны получить минимум, там, допустим, 700 на джимате, но они вывешивают средний балл всех поступивших, и там, в принципе, понятно, да, что, например, MBA-программа, они требуют, чтобы поступить, там, в топ-5, топ-10 бизнес-школ, нужно, в принципе, получить джимат выше 700. Да, бывают случаи, когда у тебя, там, может быть, джимат, там, 600, но тогда какая-то другая часть вашего application, да, очень должна сильно это компенсировать, там, допустим, вы, там, изобрели лекарство от ковида, да, и что-то такое очень экстраординарное. Если у вас обучение, например, по повариату, было не на английском языке, то обязательно американские вузы требуют предоставления результатов экзамена TOEFL или IELTS. Обычно, ну, как бы, IELTS, он также принимается, но в Америке TOEFL, он такой, как бы, более-более популярный, но, в принципе, многие вузы IELTS тоже принимают. Да, то есть, вот, экзамены советую, на самом деле, сдать как можно раньше и просто посмотреть и понять примерно, где у вас, какой уровень, какой у вас балл, потому что, если у вас высокий балл, то все, вы можете спокойно расслабиться, работать, там, дальше над своим application-ом, а если вы видите, что где-то вы, там, немножко балл не добираете, то лучше заранее начать, вот, подготовку к этим экзаменам, потому что это занимает время. Если вы, допустим, сразу его сдадите, то все результаты, там, TOEFL, IELTS, там, два года результаты валидные, и по GEMAT, GRI, там, пять лет, по-моему, сейчас это так. Здесь вот шаг номер три, это, то есть, application, вообще, в целом, который подается. Он состоит из нескольких аспектов. Это вот сам application, то есть, это какая-то форма, да, такая, которую вы заполняете с информацией про себя, ну, там, фамилия, имущество и так далее, но еще, например, там, допустим, заполняете, какая у вас была зарплата на прошлой работе, ну, то есть, вот это general application, заявка, она требует времени. Потом вы в application также прописываете баллы, которые вы получили на экзаменах, также вы прописываете обязательно GPA, вот, GPA – это средний оценочный балл ваших оценок во время учебы на бакалавриате. Предоставляете скан-копии ваших обилий из бакалавриата, также вы прилагаете свое резюме, которое обычно ограничивается на одну страницу. Также практически каждая программа требует эссе от кандидатов, то есть, как минимум, одно, а, как обычно, где-то три эссе. Также требуются рекомендательные письма, одно, два или три, это зависит от вашей программы. И нужно обязательно еще указать все какие-то вот нерабочие, внеучебные активности, которые вы делали в своей жизни, там, какие-то волонтерские или общественные работы. На это в Америке очень сильно обращают внимание. В общем, то есть, весь этот аппликейшн, хоть это и онлайн, но, как бы, он занимает довольно много времени, и поэтому я советую бюджетировать как минимум один месяц именно на сам аппликейшн, на каждый вуз, который вы подаете. Следующий шаг у нас, да, это, то есть, подача самого вот этого аппликейшна, то есть, вы уже все подготовили, все заполнили, вы постоянно, у вас есть логин, вы туда заходите, вот полностью проверили там те ошибки, потому что очень важно, чтобы в самом аппликейшне тоже там не было каких-то грамматических ошибок, то есть, у вас могут быть идеально написанные эссе, но если аппликейшн сам заполнен, как попало, то это портит, как бы, ваш общий вид, имидж. Вот, ну, то есть, все это вот надо проверить, подготовить, детали, как бы, имеют значение, и заранее нужно проверить крайний срок подачи аппликейшна. У разных магистрских программ, как бы, разные, разные, как бы, таймлайн по тому, как эти аппликейшны можно подавать. Например, бизнес-школы часто делают несколько стадий, раунды они называют, это стадии подачи аппликейшна, то есть, в среднем, там, три стадии, есть early, вы ранее подаете аппликейшн, и это обычно люди подают только, допустим, в одну школу, я не точно знаю, что они хотят пойти только вот в этот институт, и, как бы, тем самым они дают сигнал, что вот я иду только к вам. Обычно люди так не делают, обычно все стараются подать как можно больше разных школ, и потом уже после получения результатов выбирать уже, в какую конкретную школу они хотят пойти, там, какая школа какой дает financial aid, и потом, как бы, выбирать, но если у вас вот конкретно есть одна школа, в которую вы хотите пойти, то можно подать early. Лучше всего подавать на второй раунд application deadlines, вот так вот обычно делают все, и третий раунд, это уже немного опасно, потому что уже ближе к дате третьего раунда deadlines, там уже приемная комиссия, в принципе, заполнила, так скажем, ваш класс, уже не так много свободных мест остается, и говорят, что если вы хотите, если вы подаете на третий раунд application deadlines, то у вас должно быть что-то очень-очень экстраординарное в вашем application, чтобы вот убедить вас взять. Поэтому лучше всего всегда таргетировать второй раунд deadline. Некоторые, в принципе, некоторые школы, они делают только один deadline, вот, и в этом случае там нету такого, что если вы там за шесть месяцев до deadline подадите, ваши шансы выше. Ну, просто вот, как бы, если вы вовремя подадите до deadline, то все нормально будет. Вот. После того, как вы application подали, также вот, допустим, ну, бизнес-школ часто, или вот школа госуправления, они также проводят интервью. С вами встречается или бывший выпускник, выпускник или бывший ученик от вашей программы конкретно, или там учитель, и проводит беседу про то, вот, что вы писали в вашем application. Я слышала, что вот в бизнес-школах, например, если вас уже пригласили на интервью, то у вас где-то 50 на 50 шансов, что вас возьмут. Вот. И после интервью ваш интервьюер пишет по вам лицензию, которую читает приемная комиссия, и потом они уже выносят решение. И в среднем вот от момента подачи вашего application до того, как вы получите финальное решение приемной комиссии, это где-то 2-3 месяца. Последний шаг – это подача на различные стипендии финансовой помощи. Обычно в самом application, когда вы подаете, вы должны обязательно указать, хотите ли вы получить финансовую помощь. Есть такое мнение, что вот думают, вот если я напишу, что мне нужна финансовая помощь, у меня меньше шансов, что меня примут. Это абсолютно не так. То есть приемная комиссия никогда на это не обращает внимания. Вообще, в целом, как бы я советую всем всегда в application указывать, что нужна финпомощь, потому что вам институт когда-нибудь рассматривать вашу заявку, вашу кандидатуру, если у них есть на то возможности, если они очень будут хотеть, чтобы вы присоединились к программе, они могут вам дать какую-нибудь от себя там стипендию или денежную сумму или что-то еще. Ну, то есть вот этого как бы никогда не стоит отказываться. Они сами могут это предложить, даже если как бы вы, в принципе, не подавали на конкретную стипендию. Вот, потом в американских вузах есть очень много разных видов финансовой помощи, то есть это как из стипендии, на которые вы подаете, так и различные там гранты они, например, дают, или они могут там во время учебы уже за хорошие оценки, допустим, от какого-то конкретного факультета, допустим, маркетингового или финансового факультета дать вам премию или там денежный какой-то приз, бонус, когда вы будете заканчивать. То есть очень много различных методов. Также существуют различные программы по кредитованию. Вот, но они всегда, конечно, из года в год меняются в зависимости от того, что происходит на финансовых рынках. Вот, но в целом очень много хороших вариантов, учитывая, что вот последние, уже сколько это, почти 10 лет очень низкие процентные ставки в Америке, то есть это может быть тоже очень выгодным методом финансирования учебы. И опять же, в каждом ВУЗе есть огромный спектр разных видов стипендий, и нужно зайти обязательно на веб-сайт, и там они прописывают, какие есть механизмы финансирования и какие есть стипендии и условия подачи на них. Вот, например, в Харри Кеннеди Скулл есть стипендия имени Милана Капарова, которая предназначена именно студентом из Казахстана и Средней Азии. Ну и, конечно же, в Казахстане существует также программа Булла Шаг, которая финансирует сейчас обучение. Я слышала, что снова начали финансировать MBA. Давайте поговорим вот конкретно про Харвард Кеннеди Скул. Харвард Кеннеди Скул – это школа госуправления в Барбинском университете. Это graduate-level school, то есть там не имеется программы Бакалавра, и предоставляются четыре вида магистрских программ. Это Master in Public Policy, Master in Public Administration, Master in Public Administration and International Development и Mid-Career Master in Public Administration. Каждая из этих программ, она подробно описана на веб-сайте Гарварда, но они предназначены как бы для различных профилей студентов, то есть я имею в виду там, допустим, Master in Public Policy, они пишут, что они у своих студентов ищут стаж работы в среднем три года, но у них нету минимального какого-то требования, то есть у них есть студенты, которые пошли учиться сразу после окончания бакалавра. А есть такие программы, как Mid-Career Master in Public Administration, где требуется минимум стаж работы семь лет, то есть учащиеся там, они обычно являются уже, такими как бы seasoned professionals, которые уже проработали какое-то время. Вот, также эти программы отличаются по сроку обучения и по ударению в плане образования. То есть, например, Master in Public Administration, она предназначена на развитие больше, наверное, вот такого лидерских менеджериал качеств, да, а вот, допустим, Master in MPA in International Development, это более такая квалифицированная программа, которая ставит больше ударения на вот анализ и больше математики. Ну и опять же, все эти программы, то есть они очень подробно описываются на сайте Гарберда. И я советую, если вы планируете подать в Kennedy School, то советую подробно все эти программы изучить и посмотреть, какие из них для вас подходят больше всего и какие больше всего вам интересны. Опять же, про вот эти четыре вида магистрских программ в Kennedy School, то есть вот здесь вы можете видеть статистику по учащице на этих программах, да, допустим, средний возраст, да, вот MPP – это та программа, где нету минимального количества лет, которые вы должны проработать, MC, MPA – это та программа, где требуется минимум 7 лет опыта работы, да, ну и вот Average Age, в среднем, допустим, те, кто учится на программе MPP – 27, а тем, кто учится на MC, MPA – им уже около 40 лет. И вот эта статистика, то есть она тоже вывешивается на вот сайте у Гарварда и каждый год обновляется. Вот. Вот стипендия имени Мирлана Капарова в Harvard Kennedy School, она действует вот на все вот эти четыре вида магистрских программ, которые мы сейчас с вами посмотрели. Она действует только на Harvard Kennedy School и не действует на другие факультеты, потому что, ну вот она была основана в честь Мирлана Капарова, его супруга Игорь Хар Капаровой и его друзьями Ириком Паниевым, Юрием Паком и Непулатом Дустаевым, вот она была основана в честь него, потому что он сам закончил в 2003 году в HKS вот программу MCMPA. Вообще эта стипендия, она является первой стипендией Гарвардского университета для студентов из нашего региона и присуждается, вот как я до этого говорила, студентам из Казахстана или Средней Азии, которые были приняты, один из четырех видов магистрских программ в Кеновиску. Сейчас дальше я более подробно расскажу про процесс подачи. Значит, самое главное условие для подачи заявки на стипендию это необходимость поступить на магистрскую программу. Решение присуждения стипендии делается самим Гарвардом, то есть вы подаете аппликейшн, вот то, что мы с вами раньше смотрели, да, вот те вот эти шаги, эссе, CV, рекомендательные письма подаются в Гарвард, Гарвард рассматривает вашу заявку и если приемная комиссия Kennedy School делает решение принять вас на программу, вы получаете это решение, что вы приняты, то вы можете подать на стипендию университета Парова. Студенту необходимо быть из Казахстана или Средней Азии, это не абсолютное требование, да, но плюсом является наличие минимум двух лет опыта работы в Казахстане. В принципе, в любом виде организации, то есть это может быть гос, частный, квази-госсектор и также, опять же, в любой сфере, в принципе, в любой индустрии плюсом является вот опыт, вот как здесь на слайде написано, вот эти индустрии, но это не является абсолютным требованием, то есть опыт работы может быть совершенно в любом секторе, в любого рода компании. Также, как подается эта заявка, ну, то есть, опять же, в вашем аппликейшн-фон вы указываете, что вы хотите подать на financial aid, и потом вам Гарвард дальше объясняет конкретные шаги, я сама в ИКС не подавала никогда, не знаю конкретно, как это работает, но по шагам, да, но Гарвард вам присылает информацию на email о том, как нужно подать конкретно, вот вы говорите, я хочу подать на какую-то, какую-то степень, и они вам уже объясняют внутри аппликейшн-фон, как это физически сделать, и опять же, вот очень важно посмотреть на веб-сайте, когда крайний срок подачи, как и самого вашего аппликейшн-фон, так и заявки на финансовую помощь, потому что таковые дедлайны имеются, и важно это мониторить. Насколько я помню, я вот смотрела на прошлой неделе, еще ИКС не вывесил сроки подачи крайне на этот год, но думаю, что скоро это уже будет. В прошлом году крайний срок подачи аппликейшн-фон был в декабре на финансовую помощь в роли. Здесь примеры эссе, которые требуются в HKS. Это пример из прошлого. Каждый год школа меняет темы эссе, которые требуются, но в принципе все виды программы и большинство институтов, они в первом эссе так или иначе просят от вас рассказать, почему вы хотите подать конкретно на эту программу, почему именно в эту школу, допустим, почему именно в Kennedy School, почему в Гарвард. И, например, ответ, что я мечтал всю жизнь поступить в Гарвард, это не очень хороший ответ считается, то есть приемная комиссия это не зачтет вкусом. Здесь очень важно, опять же, вот как я говорила, правдиво, подробно и логично рассказать, почему вы вообще хотите на данном этапе своей жизни пойти на магистратуру и почему конкретно вы хотите в эту школу. И здесь вот хорошие инструменты, которые вы можете использовать, да, допустим, приемная комиссия очень нравится, когда студент поступающий, он хорошо изучает программу, там, досконально читает веб-сайт. Если вы им, допустим, объясните, что вы хотите пойти конкретно в Kennedy School, потому что у них имеются там конкретно вот такие-то, такие-то курсы, которые называются вот так-то, так-то, или же вы хотите получать лекции у конкретно такого-то профессора, который преподает в Kennedy School, то приемная комиссия это зачтет плюсом, потому что они увидят, что вы действительно интересуетесь программой, что вы действительно изучили и все виды курсов, и программы, и профессии. И если вы объясняете, да, конкретно, что вот ваши там, допустим, планы карьерные через 5-10 лет это такое-то, такое-то направление, и вот вот этот конкретно курс вам поможет получить необходимые навыки для этого направления, то это будет здорово. Но по эссе тоже каждый год вывешивают темы, которые требуются, они вывешивают их заранее, поэтому чем раньше вы их просите, начнете в голове хотя бы свои, не обязательно писать, но в голове хотя бы формировать эту картинку, это будет хорошо. И еще здесь такой совет, то есть в среднем просят 3-4 эссе, например, да, вот в Гарбит вы видите, 3 эссе, 4-е эссе, оно optional, не обязательно. Вот, и 5-е эссе, это эссе, которое требуется конкретно для подачи на стипендию Нью-Йорк Паро. Очень советую в каждом эссе постараться показать разные аспекты вашей кандидатуры, то есть первым там, допустим, рассказать там про карьерные планы или про ваши какие-то лидерские качества, да, если таковые требования, то в втором эссе постараться подчеркнуть ваши другие качества замечательные, то есть везде стоит ограничение по количеству слов, и места очень мало, и очень важно использовать вот прям каждую строчку для того, чтобы как можно больше про себя информации хорошей передать и рассказать. И также вот эссе, которое является необязательным optional, его тоже настоятельно советую использовать и написать, потому что места как бы в application, опять же, него немного, то есть чем больше вы сможете что-то по себе передать, тем лучше. Но в то же время в optional эссе не нужно придумывать какую-то новую тему и рассказывать. Вот они вот, допустим, Гарда здесь пишет, расскажите, если у вас есть что-то, что вы хотели бы объяснить, да, там какие-то минусы вашему application, которые вы хотели бы объяснить. И нужно вот на эту тему, если таковые минусы у вас есть в вашей application, то этот эссе стоит написать. А что это, например, может быть? Допустим, если вы подаете свой среднеоценочный балл GPA, да, показываете ваши оценки во время бакалавриата, если у вас на бакалавриате, допустим, ну не самые были лучшие оценки, то лучше вот в этом optional эссе упомянуть про это, да, как бы показать, что вы сами тоже это видите и знаете, потому что приемная комиссия-то обязательно тоже увидит. И объяснить причину, если таковая была. И еще, допустим, например, сказать, что вот да, вот у меня там на бакалавриате были не самые лучшие оценки, но зато я очень хорошо сдал экзамен уступительный и абсолютно смогу справиться с учебой. Это как-то вот так вот. Или же, например, у вас не самые высокие баллы на экзаменах, допустим, на GRE, вы не набрали самый высокий балл, да, который хотели. Тоже опять лучше в этом optional эссе сказать про это, сказать, что да, я понимаю, что мой балл ниже среднего, но, допустим, и опять же как-то попытаться показать какой-то другой компенсирующий аспект в вашей конъюнктуре. Например, если вы там по GRE, по математике набрали невысокий балл, вы можете подчеркнуть, что во время бакалавриата вот именно вот там по математическим каким-то экономическим курсам у вас всегда были пятерки, что вы себя очень комфортно чувствуете с математикой и означает тем самым, что вы справитесь с учебой, допустим, на магистратуре. Ну вот как-то вот это подчеркнуть. Или любые какие-то пробелы там в резюме, допустим, если там год вы не работали, еще что-то лучшее, в общем, про это все здесь написать. Здесь это вот по бизнес-школе средний, это вот тоже статистика вот по всем поступающим. Конкретно на примере Columbia Business School, в принципе, я думаю, как-то плюс-минус топ-10 американских бизнес-школ, они по статистике плюс-минус похожи. В Columbia принимают где-то 11-14% всех поступающих. А, нет, даже в этом году 16. Это старая, извините, висит статистика. Вот последний я читала, по-моему, от 11-14%. Вот в среднем поток где-то 700-750 человек. И вот вы видите там ниже идут статистика по экзаменам. То есть вот для бизнес-школ очень важно хорошо сдать GMAT. И вот средний GMAT в Колумбии это где-то 720-730. Поэтому если вы хотите поступить в топ-10, в бизнес-школу, то GMAT стоит подготовиться. Ну, как бы есть такое негласное правило, что GMAT должен быть выше 700. Но опять же, видите, то есть ниже, вот, например, GMAT range, то есть были люди, которые поступали с GMAT-ом по 30, но это, скорее всего, один человек, который там, не знаю, наверное, что-то изобрел или что-то у него такое было. Вот в его комбинаторе компенсирует все, что его взяли. И средний оценочный балл во время бакалавра – это 3.5, это где-то, ну, одни пятерки и пару четверок. И если, допустим, у вас оценки на бакалавряте были там не самые высокие, вы видите, что у вас GPA чуть ниже среднего, то вы должны подумать о том, как это компенсировать, и нужно постараться очень хорошо сдать, например, экзамен. Или написать какие-то потрясающие эссе, да, чтобы убедить вот приемную комиссию у вас взять. И опять же, эта статистика, она обновляется, вывешивается каждый год на мысайте, на вашей школе, на которую вы подаете, вот, очень советую ее подробно посмотреть. Виды эссе, которые просит Columbia Business School, это тоже старые, старые темы уже, то есть они каждый год эти темы меняют. Вот, но в целом, если вы обратили внимание, у Harvard Kennedy School первый эссей, и здесь они разными словами, в принципе, спрашивают, какие у вас карьерные планы, как бы, да, какие у вас цели, и здесь в целом есть ожидание, что вы, как бы, объясняете не просто там, с чем вы хотите заниматься в будущем, а вы объясняете также, почему именно тот факт, что вы пойдете учиться на эту программу магистрскую, как это вам поможет достичь ваших целей. Обычно так. И темы тоже вывешиваются заранее, и лучше заранее готовятся. Можно ли одновременно в одном аппликейшен подать на две или три программы в HTS? В этом году присудили уже стипендию. Подать на две или три программы, честно, я не уверена, по-моему, нет, но так как я там не работаю, лучше можно всегда это написать в admissions, в Kennedy School, они дают обычно адрес и узнать о ней. Но в целом я считаю, что, наверное, это не очень хорошо, потому что это показывает приемные комиссии, что вы не уверены, на какую именно программу вы хотите подать, и те программы, они же разные, они там каждый свой, с юрикелом и профиль студентов, которые там учатся. То есть как будто это дает сигнал, что вы не уверены, на какую вы подаете, и вы подаете так, просто лишь бы подать. То есть это может не очень хорошо смотреться. А по поводу того, присудили стипендию или нет, пока мы еще не знаем имя этого человека. Думаю, что узнаем, присуждена она была или нет в ближайшее время, и обязательно об этом в наших сетях по ступенде сообщим. Здравствуйте. Если я уже закончила магистратуру, у меня есть возможность поступить на МВИ и получить финансовую помощь. Да, абсолютно. Наличие уже какой-либо магистратуры никак не мешает тому, чтобы подать на МВИ, и приемная комиссия на это не смотрит негативно. Вот со мной вместе училась девушка, которая закончила магистратуру по госуставлению в Гарварде. После этого она пришла уже учительная МВИ в Каландии. Добрый день. Какие вопросы ожидать на интервью? Расскажите, есть инсайты, как готовиться, в каком формате? Ну вот давайте расскажу на своем примере. У меня было интервью с девушкой. У нее опыт работы тоже была банковская сфера, как у меня. Но сейчас расскажу, как вообще у нас интервью это произошло. Но то, что вот у меня было именно с ней интервью, мне кажется, это было хорошо, потому что она, когда я ей рассказывала про свой опыт работы, она очень хорошо понимала, потому что она тоже банкир. И как-то вот у нас было много точек соприкосновения. Она тоже была international student, как и я, тоже банкир. И в этом плане у нас было такое, в целом, приятное интервью. Интервью – важный очень аспект подачи. Я не знаю, я не могу сказать, равносильно ли, одинаково ли он важен, как сам application, но это, безусловно, очень важно. То есть с вашим интервьюером, они все объективные, они все суперпрофессионалы, да, то есть если вы нормально на все вопросы отвечаете, не волнуетесь, и человек действительно видит, что все, что вы написали про себя, действительно есть так, потому что это же все читается по человеку, то все будет нормально. Вот, но в целом вот инсайты, наверное, которые я советую, это, например, вот, когда я получила приглашение на интервью в Columbia Business School, они прислали мне, по-моему, на выбор пять человек, которые готовы со мной, там, в какую-то, какую-то дату провести интервью. Я могла выбрать одного из пяти. Я начала искать профайлы каждого из них, и в итоге выбрала одного мужчину, которого вот я его загуглила, и нашла результат, что он работает в сфере private equity, в сфере прямых инвестиций, что меня очень интересовало на тот момент. Я подумала, что это очень интересно, и мне вот хотелось с ним пройти интервью. И все, я его уже выбрала, мы уже договорились, и потом каким-то образом я вот что-то между окнами как бы на компьютере смотрела, и каким-то образом я вдруг поняла, что я прочитала профиль не того человека, то есть тот, кого я выбрала, он на самом деле не работал в private equity, а он был вообще милый перегая, он работал в армии американской. И то есть у меня, получается, было интервью с кем-то, кто работал в армии. И я сильно начала переживать, потому что, ну, как бы, о чем нам разговаривать, да? То есть у нас абсолютно разные опыты работы, то есть никаких точек соприкосновения. И я думала, что, там, не знаю, это как-то, возможно, на меня плохо, ну, может потом негативно повлиять, я переживала очень сильно. А потом я списалась в приемные комиссии, как бы, и объяснила, что вот я сделала ошибку, когда я выбирала интервьюера, и можно ли встретиться с кем-то другим. Но что они сказали абсолютно без проблем. И в итоге вот мы встретились с девушкой, которая работала тоже в банковской сфере. Ну, такие инсайты, то есть подготовиться, понять, если у вас есть выбор, кем вы будете интервью проходить. Во-вторых, ну, не волноваться и максимально правдиво и спокойно рассказывать про все то, что вы в своем аппликейшене написали. Потому что интервью – это для того, чтобы просто наглядно у человека увидеть и понять, что все, что он о себе рассказывал, это действительно так и есть. Дедлайн подачи документов нужно посмотреть на веб-сайте вашей программы. То есть у каждой программы разные дедлайны, и они вывешивают их на веб-сайте заранее. Какие шансы у обычного человека без высокого GPA и впечатляющего резюме поступить и получить стипендию? Ну, вообще, ну, как бы, шансы есть у всех, если хорошо подготовиться. Если вы считаете, что у вас на данный момент резюме не впечатляющее, то вы можете запланировать свое поступление, допустим, там, не в этом году, а через пару лет, и вот эти пару лет использовать для того, чтобы, ну, американцы говорят, build your resume, да, для того, чтобы ваше резюме укрепить, набрать вот этого необходимого опыта, который требуется на вашей программе. Вот. И также, если у вас не высокий GPA, как я говорила, то есть вы можете это компенсировать тем, чтобы сдать хорошо вступительные экзамены, которым вы можете начать готовиться. Так, возможность поступления в PhD исключается. Опять же, если это Harvard Kennedy School, то, да, стипендия покрывает только магистрские программы. Если поступить на Joint Degree, например, MPA Kennedy, MBA Columbia, можно ли претендовать на NKPAR Fellowship? Я думаю, что да, такого еще пока не было. То есть вот сейчас есть два стипендиата, которые получили на NKPAR Fellowship. Это Асета Буали, который закончил программу MPA, и Карл Гажинусова, которая учится на программе MPPID в данный момент. Они учились оба full-time, не совмещали. Но здесь опять это такой специфический вопрос, поэтому советую, когда вы будете подавать вашу аппликейшн, задать этот вопрос приемной комиссии. Насколько экстракюриклеры активитис влияют на поступление? Чем можно нивелировать это? Знаете, в Америке, мне кажется, что в целом вузы очень сильно обращают на эту секцию внимание, хотя на первый взгляд может так не показаться. И здесь я советую чем раньше, тем лучше постараться записаться на какие-то дополнительные активитис, инициативы любые, волонтерские инициативы, тоже потихонечку строить ваш аппликейшн заранее. Таких разных инициатив огромное количество. Единственное, не стоит этого делать, допустим, если вы подаете в вашей аппликейшн уже декабрь, а волонтерские свои, например, активитис вы начали в августе, приемная комиссия поймет, что это вы делаете явно для того, чтобы просто эту аппликейшн не написать. Поэтому, опять же, если вы планируете когда-нибудь поступать, чем раньше вы начнете какие-то вот такие активности, тем лучше. Какие ваши планы на ближайшие 5 лет? Как сильно ей помогло вам в карьере? Ну, я думаю, что по поводу планов на ближайшие 5 лет это как бы история длинная, давайте лучше расскажу как-нибудь в другой раз. А по поводу MBA, то да, мне MBA очень-очень помогло, знаете, и в прямом, и в косминном, наверное, смысле, в плане того, как бы дальше построилась моя карьера. То есть я как минимум из-за MBA и благодаря MBA поменяла сферу деятельности. То есть я всегда работала в банках и планировала после MBA также продолжать работу в финансовой сфере. Но пока я там училась, я познакомилась благодаря одноклассникам своим, благодаря там учебе, которую мы делали с сферой вот менеджмент-консалтинга. Мне очень понравилось и после MBA я поменяла вообще профиль и перешла в новую для себя сферу. Сколько стипендий на Лана Капарова было присуждено за это время? Их было присуждено на сегодняшний день две. Первый стипендиат Асетов Куали, он закончил в 2019 году, то что, да, и второй стипендиат это Каргаш Жунусова, она учится на двухлетней MPPID программе и сейчас вот уже заканчивает. Есть ли вероятность получения оффера от HTS, но отказ от Капаров в Сколоши? Да, такая вероятность есть. Потому что, опять же, присуждением стипендий занимается Гарвард, да, то есть они могут воспринять и, допустим, в какой-то год, не знаю, они могут принять пять студентов и только одному дать стипендию или двум, или вообще никому. То есть полностью это решение Гарварда присудить стипендию. Подскажите, пожалуйста, более подробно про финансовую составляющую стипендии. покрываются только расходы по обучению или также предоставляют стипендии на проживание и другие расходы. Как правило, многие в МИД-карьер уже семейные, есть много расходов. Стипендия покрывает расходы на обучение и проживание. Harvard Kennedy School на своем веб-сайте пишет примерно сумму, которую студент, каждый должен бюджетировать на время своей учебы там. Опять эта сумма меняется из года в год, они из года в год эту информацию объявляют. Конкретно сама стипендия, то есть она присуждается согласно вот этому бюджету, который Гарвард вывешивает. И опять же покрывается учеба и проживание, которое рассчитывается Гарвардом. Туда включается аренда квартиры и проживание. Также покрывается медицинская страховка. Не покрываются книги, насколько я понимаю. Стипендии выдаются на одного человека. Семейный человек или нет, от этого сумма стипендий не меняется. В MidCareer действительно многие уже семейные, вот, например, из двух стипендиатов. Асетов Гуалиев, он в господине проживал семьей. Но опять же, вот даже, по-моему, у американских вузов есть какой-то даже закон, что стипендии не могут присуждаться больше, чем на одного человека. Вот на сайте они об этом пишут. Вне зависимости от того, семейный человек или нет, сумма стипендий не меняется. Но, с другой стороны, опять же, да, то есть покрывается проживание, да, ну, у всех там как бы свои предпочтения по проживанию, но, в принципе, там, если вам комфортно жить в квартире со всей своей семьей, допустим, в OneBedroom, то спокойно можно это делать. Если GPA хороший, есть опыт работы в ведении бизнеса и управления, но нет экстрактивы, кроме одной-две активити лет 10 назад. Опять же, да, если у вас, допустим, совсем нет экстрактивы, у вас потрясающий опыт работы и все остальное, то есть, в принципе, это может быть не страшно. Но, опять же, как бы, to be safe вы можете в какие-то активности вовлечься. И второй вопрос. Есть ли условия, как у Булашак, по выполнению работы в госструктурах после совершения обучения стипендии Наклана Капарова? Нет, таких условий, как у Булашак и у стипендии Наклана Капарова, нет. То есть, нету там, допустим, требований закладывания квартиры, имущества. Конечно, приветствуется, чтобы студенты потом поддерживали связь с Казахстаном, да, но таких требований нет. Так что, вот сейчас, чтобы студент вернулся на родину, обязательно работаю здесь. Посет, например, Аптуалиев, который был первым с семьиатом, он после окончания программы приступил к работе в компании Макинзи в Санкт-Петиско. По-моему, сейчас там. Совпадает ли ваша нынешняя работа с тем, что вы указали как long-term goals в ваших эссе для Колумбия? Вы знаете, да, хороший вопрос не совпадает и у многих не совпадает. То есть, я писала про то, что я собираюсь продолжать в финансовой сфере, а сразу после MBA передумала и меня начали рекрутить в консалтинговую компанию, и я пошла в консалтинг. В целом, допустим, в долгосрочной перспективе может быть и совпадет. Но, если вы, допустим, во время учебы на магистре в программе резко меняете свои планы после того, как вас уже приняли и идете работать в эту фирму, то есть, это абсолютно нормально и часто бывает. У вас была возможность подрабатывать на MBA и вообще реально ли подрабатывать? Вы знаете, это очень сложно делать. То есть, когда вы на фулл-тайм MBA поступаете, вас предупреждают, что практически у вас не будет возможности где-то работать, потому что очень плотный график учебы, и вечером после учебы очень много разных ивентов, активити, спикеров, которые не являются обязательными, но они, правда, очень нужны, потому что там происходит вот нетворкинг, да, общение, измен опытом, знаниями. Это одна из вещей, из-за которых люди вообще в принципе идут на MBA. То есть, это не только та теория, которую ты получаешь во время уроков, но также то общение, те знания, которые ты получаешь от соотноклассников, от выпускников, от спикеров, которые приходят и выступают. То есть, времени практически нет ни на что. Вот, единственное, на многие американские MBA программы они два года, то есть, между первым и вторым годом есть Summer Internship три месяца, и во время Summer Internship можно найти стажировку, которая оплачиваемая. И вот там можно отработать. Но не все стажировки оплачиваемые. Высокий или ежегодный конкурс на получение данной стипендии? Имеется ли лимит по количеству стипендий? По поводу конкурса конкретной стипендии, вообще, то есть, мне кажется, это надо рассматривать как конкурс на подачу в Гарвард, да, то есть, подача в Гарвард, да, достаточно высокий конкурс. Вот, там уже по количеству людей, которые приняли, ну, опять же, точной статистикой я не владею того, сколько человек подает на программу, сколько из них принимают, но, допустим, я слышала, что в этом году в HKS вроде как поступило три или четыре человека, может быть, пять. Из них, опять же, не знаю, сколько подали на финансовую помощь и конкретно на стипендию. Главный конкурс это поступить на программу. По поводу линита, Гарвард нам сказал, да, то есть, может быть такое, что присудит стипендию одному студенту данный год, может быть такое, что присудит двум, а может быть такое, что вообще никому. Если я получила отказ, это же не означает, что не смогу подать повторно на следующий год. Абсолютно не означает. Многие люди делают реаппликейшн, то есть, подают заново заявку на следующий год. Это можно и нужно делать. Самое главное, когда вы повторно подаете заявку, вы должны показать какой-то прогресс, который у вас произошел за этот год. Допустим, вы лучше сдали экзамены или как-то в CV что-то улучшили или же у вас какое-то значительное обновление произошло. Это нужно показать. Каким образом вы рекомендуете готовиться к GMAT? Первое, что я советую, это попробовать сдать пробный GMAT онлайн. Лучше официально веб-сайту он называется GMAC, G-M-A-C, как не администратор GMAT. По-моему, у них есть бесплатные экзамены онлайн. Нужно сдать и посмотреть, какой у вас примерно уровень. Если вы видите, что вам нужно подтянуться, то тогда уже начинать программу обучения. И я лично советую очень сильно книжки называются Manhattan GMAT. Я там пробовала разные Микопланы, Принкки, по-моему, вот эти вот прям самые лучшие Manhattan GMAT это именно такие 10 тоненьких subject books, сборник 10 тоненьких книг и каждая покрывает какую-то тему, допустим, статистика, алгебра и так далее. И когда вы покупаете эти книги, к ним прилагается бесплатно доступ к 6 онлайн-экзаменам Manhattan GMAT. И они отличный метод подготовки, потому что именно у них вы можете, у Manhattan GMAT вы можете сдать экзамен, и результаты он вам покажет так, что он покажет, в какой именно из subject к поджимату у вас не достают баллы, допустим, у вас все хорошо, кроме статистики, и тогда вы берете вот эту тоненькую книжечку по статистике, всю ее прорешиваете и вспоминаете заново и заново сдаете. Нежели все подряд читать и верстать и учить, лучше понять ваши проблемные зоны и потом уже каждую из этих проблемных зон по очереди штудировать. Если получил оффер и не смогу поехать учиться, можно ли принести оффер на следующий год? Насколько я знаю, да, можно, но обязательно проверьте с вашей школы, спешите с ними и узнайте, потому что мало ли что, у всех бывает по-разному, но я слышала, да, что многие так делали, это называется deferral, то есть вы просто переносите на год. Дальше, получается, сначала нужно получить оффер от админишн, а потом уже подавать на стипендию. Да, насколько я понимаю, именно так, но когда вы будете подавать ваш аппликейшн в Harvard Kennedy School, вы должны внутри аппликейшн указать, что вы хотите подать на финансовую помощь, там есть какая-то секция, где вы пишете там, да, нет, и если это возможно, написать, что вы конкретно хотите подать на какую-то стипендию. Мне 32 года, позднее учиться на MBA. Нет, я думаю, что не поздно, средний возраст на full-time MBA 28-29-30, но это просто средняя статистика, в классе моем было много людей, у кого было на тот момент 32-34, это что-то видно не поздно.